здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сегодня вас ждет очень интересный разбор с питерского экономического форума где президент казахстана косым же март кемелевич такаев высказался и это вызвало целую бурю споров и несмотря на то что ну этот скандал уже можно сказать в прошлом с нашей стороны есть о чем поговорить есть что разобрать потому что там были и манипуляции были было много всего невербального и я посчитала что несмотря на то что довольно я затянула этот разбор все равно он не перестает быть актуальным потому что здесь затронуты такие очень интересные темы с одной из этих тем я пожалуй и начну вот сзади меня сейчас на презентации список из 2 из 12 способов унизить собеседника при общении это будет напрямую связано с той беседой которая произошла на этом форуме и в общем то давайте по этим ну поговорим более подробно сначала вот об этих способах показать неуважение человеку потому что это можно использовать не обязательно в таких высоких кругах как это было использовано на это можно в обычной жизни использовать и тем самым унижать человека вот я считаю что здесь были здесь на этом форуме был было много таких манипуляций много этих признаков и ну вот об этом мы это это мы и будем сейчас разбирать но давайте по по пунктам но первый пункт это перебивать не давать высказаться и это же касается вот кстати смотрите территория была российская да получается косым же марки милевич приехал на чужую территорию да и он можно сказать ну не можно сказать он был в гостях и поэтому вот все кто с российской территории можно сказать ну вот ведущая например она при была представителем самого путина и по сути все ее фразы все ее способы опять-таки общение с президентом казахстана можно отнести со способами общения ну хозяина до на без его разрешения она бы не позволяла себе таких высказываний и не позволяла бы себе таких неуважительных актов ну о чем я говорю я сейчас включу ролик и вы поймете почему я так заострила внимание именно на этом то есть перебивать не давать высказываться это способ унизить человека это первое второе обесценивать слова обесценивать время собеседника это второй способ унизить человека далее не замечать его реплики и невербальное поведение дело в том что мы когда общаемся и заинтересованы в общении мы очень внимательно наблюдаем за жестами даже не разбираясь в этом мы все равно но если видим что человек где-то так напрягся мы понимаем что здесь мы бессознательно даже определяем что этот тема вызывает в нем какое-то противоречие и начинаем опять-таки бессознательно давать ему какие-то более развернутые ответы чтобы у него сомнения вот в этом моменте пропадала если мы заинтересованы в собеседнике если мы не заинтересованы то мы просто рубим свою точку зрения и невзирая на реакцию собеседника поэтому вот невербальное поведение собеседника это тоже очень важный фактор который любой коммуникатор использует далее используют для того чтобы показать свое уважение во первых во вторых чтобы использовать информацию в своих целях да то есть когда мы видим что человек зажался значит здесь что-то ему не нравится да либо наоборот там где он воодушевился мы дальше ему подбрасываем туда дровишек в топку что называется да но это я опять-таки говорю о том что мы сейчас это пройдем да на примерах то есть вы понимаете что если мы заинтересованы в общении то мы обращаем внимание на реплики на невербальное поведение и на все признаки где человек с нами согласен где не согласен 4 если мы хотим унизить человека то нужно свести к минимуму визуальное общение вообще знаете было замечено что влюбленные смотрят друг на друга до 80 процентов времени я не знаю как это это конечно опасно да в какой-то даже степени потому что нам для глаза нужны для безопасности чтобы например не наступить в яму или еще как то но то есть чем больше в нас заинтересованности в собеседнике тем больше будет зрительный контакт и чем меньше соответственно в нас заинтересованность тем меньше мы будем смотреть на нашего собеседника а еще такой способ есть для того чтобы прям вот унизить человека ты смотришь как бы на человека но не реагируешь ни на какие его реплики не на какие его жесты да вообще не реагируешь ни на какие слова ты просто смотришь как бы на собеседника а на самом деле ты смотришь на точку сзади него дан это еще один такой способ мощный способ чтобы человек почувствовал себя не ул неудобно да неловко и вот задерживаешь без контакта будто смотришь в пустоты то есть он для вас вообще не существует вот просто смотришь да и смотришь себе вот просто в этом направлении то есть человек как личность перестань ну как ему конечно же неудобно от того что он считывает ваше восприятие и начинает комплексовать надо вот это еще один способ дальше пятый способ быть всегда на своей волне то есть человек что-то говорит там какие-то шутки еще что-то ты сидишь вот с невозмутимым видом как будто тебя вообще это не касается особенно насчет шуток потому что человек произнося шутку он как бы объединяется ну вот как он рассчитывает на то что он объединится со своим собеседником он как бы прогибается до для того чтобы наладить коммуникацию и если вот ну там допустим слушатели заинтересованы в нем то они засмеются просто потому что они уважают этого человека а если вы хотите показать неуважение то сидите с каменным лицом и не никак не реагируйте тем самым вы дадите ему понять что на вас это не действует ну да это я не просто так все говорю просто может быть сейчас я немножечко затягиваю но не переживайте вы поймете почему я так говорю почему я вот так разобрала это все далее контактировать только со своим человеком вот в данном случае конечно же на сцене были два своих человека и один чужой вот получается что президент казахстана он был как бы чужой дано на чужой территории он изначально был в проигрышном состоянии и поэтому вот по принципам гостеприимства конечно же надо было его поддерживать но получилось так что там определенный симбиоз создался из своих людей и получается что ну вот друг другой человек был как бы не удел но мы это все сейчас увидим дальше не называть человека по имени вот это вызвало целую бурю споров целую бурю комментариев когда наш президент ни разу не назвал правильно президента казахстана по имени да действительно довольно сложно в произношении для нас русских да у нас все как-то проще но тем не менее косым же марки мелевич можно было бы выучить тем более на таком высоком уровне ни разу наш президент не удосужился этого сделать и соответственно делаем выводы что значит не было нужно значит он не посчитал что это необходимо а дальше говорить на свои темы без одобрения человека на без без одобрения собеседника но опять-таки это вот возвращаемся быть на своей волне да получается говорить на свои темы ну и вообще в принципе как бы вот своя такая кучка да вот двух людей на сцене она уже как группа до которая противостоит одному человеку и эта группа в общем то как-то очень пренебрежительно относилась и в общем то и получила да вот такую такой ответ а дальше еще один пункт упоминая не контактировать с ним вербально то есть говорить о нем но не обращаться к нему не получать зрительного одобрения вообще когда мы уважаем человека дата когда мы говорим о нем мы должны посмотреть на него и считать его реакцию нравится ли ему что мы о нем говорим это очень важный момент если вы хотите человека унизить то да действительно просто вот в его присутствии говорите о нем причем знаете можете все что угодно говорить вообще и не важно что он об этом думает да конечно же он почувствует себя очень неловко и если ваша цель унизить то делайте именно так но я так понимаю что все таки цель унизить ну как бы на таких встречах такие цели не ставятся хотя возможно но здесь я увидела что довольно часто это все использовалось и конечно говорить о человеке как будто его здесь нет и это тоже присутствовала в этом разговоре мы это сейчас увидим дальше критиковать его действия в присутствии других людей причем можно это делать хитро что что мы тоже сейчас увидим дальше 11 пункт расположить его дальше от центра чтобы либо ниже а вот знаете вообще если хотите унизить человека в беседе у вас есть возможность расположить но как-то вот рассадить людей да ну во первых того кого вы хотите унизить выберите ему самый низкий стул во вторых подальше от центра чтобы он был как бы на отшибе да вот вся вот в центре обычно там диалоги какие-то идут а он как бы не при делах на ну вот это вот расположение как как можно дальше менее комфортно создать больше своих правил каких-то сложностей уловок да вот чтобы там обязательно какие-то ну вот прям технические какие-то сложности шуман запутался обязательно вот это вот еще один способ унизить человека вот человеку когда неудобно а еще и ну получается что его расположение неудобно еще и поведение участников не очень ему комфортно конечно же человек неподготовленный сразу начнет паниковать это очень сильно ударит по его самомнению и ну заставит его плясать под вашу дудку ну и еще один момент вести себя по-родительски немножечко с высока да то есть я здесь хозяин я здесь главный и я все знаю а ты как бы твое мнение здесь не интересно да вот немножечко такая вступительная речь у меня получилось но она не просто так давайте теперь плавно перейдем к роликам и будем разбирать и обращать внимание на все эти пункты которые я перечислила очень многие пункты здесь будут делаться до в реальной жизни и ну вы поймете что это вступительная речь была не просто так как вы знаете в винни-пухе это же неспроста давайте смотреть да в рамках евразийского экономического союза у нас бывают споры поскольку мы ведь встречаемся не только в открытом формате но бывает и закрытая часть но как правило вот видите а симоньян берет и перебивает по сути по сути она это делать не имеет права ведь здесь два человека ну более высокого статуса нежели она да почему она это делает потому что видимо она получила на это одобрение видимо она имеет ну на это разрешение да потому что ну вы понимаете что по сути она никто по сравнению с ними да это два президента двух больших стран и здесь вставлять свои реплики очень неуместно и это может быть сделано только если ей было на то разрешение свыше то есть здесь она слишком много на себя берет и такая вот это конечно не нравится мы находим решение этого радует и видите как он резко прекратил говорить сжимает губы подбородок ему это очень не понравилось и резко нажимает на кнопку то есть получается что вот это его задело понимаете вот он красивая желаю вам и нам всем удачи на пути поиск этих решений как можно быстрее вот мой коллега видите как он показывает такой пол полу жестом такой отмашкой показал в сторону такая его не назвав его по имени да кстати это очень очень важно если вы хотите произвести впечатление на собеседника нужно запомнить как его зовут лучше имя отчество конечно же и еще одна ну вот хитрость до общения если вы хотите понравится человеку смотрите на него больше смотрите ему в глаза это очень хорошо воспринимается а здесь получается что все от обратного да то есть мой коллега мой непонятно кто да вот пожалуйста и теперь руки раскладывает на подлокотника и кстати вот интересный жест был сейчас смотрите смотрите вот ногами раздвинул пространство то есть знаете вот я часто раз мы в разборах вот это вот как затрагиваем когда там локоточком немножечко отталкивает а здесь получается он ногами отталкивает тот же самый смысл причем здесь даже больше этот смысл потому что руками он расположился пошире да то есть это мое пространство а ногами он это пространство еще и расширил то есть мой коллега но конечно же я от него держусь подальше он мне не очень нравится вот что сказала его тело сказал по поводу что бывают споры они всегда закрыты части мы видите а вот он разговаривает о нем в его присутствии но особо не обращая внимание на реакцию собеседника да то есть говори ну говорит о нем как бы без него да то есть обращается к симоньян да вот симоньян это его человек на сцене да вот и они вместе да они команда и вот он как бы с ней разговаривает то есть он ставит ее выше своего коллеги да и тем самым этого коллегу он по сути делает ниже всегда спорю она всегда мы относимся друг друг с уважением и всегда от любимая любимый жест путина когда он говорит о своем имидже когда он говорит о чем-то где он где он хочет быть хорошим он поправляет галстук а это довольно часто у него используется обращайте внимание где он прям пытается сказать но я красавчик да вот это вот включается вот этот жест галстук ищем и находим компромиссы что-то чрезвычайно выжить вы сказали про давление со стороны вот коми замочем или чего вступал и сказал об объемах нашей торговли ох как не понравилось это все такая его он путин получается не произнес имя отчество что-то там сказал такое непонятно да он ну это неуважение это реально неуважение да идем дальше следующий фрагмент ну что касается казахстана то действующий президент мы с вами обсуждали много эти вопросы знаю уделяет этому тоже большое внимание видите махает пренебрежительно рукой зрительного контакта нет поправляет галстук выпрямляется опять махает рукой опять колено в сторону вместе с рукой и руках глазам то есть глаза бы мои его не видели да то есть вот всеми знаками тела говорит что он ему не нравится но какой теперь вот после таких вот сигналов тела может быть ответ естественно когда человек сидит и видит столько знаков неуважения в свою сторону конечно же в нем закипает негодование в нем конечно же закипает он же не просто человек который там пришел посидеть на сцене это представитель большой страны и по сути сейчас идет вот такое вот отмахивание от казахстана да здесь ну как бы это совсем неуместно это надо с большим уважением относиться а здесь мы видим что не очень все да и притопывает ногой то есть показывает что если что мы вас при притоп ним да вы у нас под каблуком да вот пожалуйста да хорошо вот значит мой казахстанский коллега сейчас говорил о возврате незаконно вывезенных за видите ну казахстанский коллега очень очень удобно до усаживается глубже удобнее ему некомфортно когда он его упоминает опять поправляет галстук я то все-таки на его фоне красавчик да а он ну так что-то не понять капиталов конечно прежде всего должны думать о чем сказал и мой коллега опять просто махает рукой без зрительного контакта то есть вот много вот таких вот фраз которые по сути ну как используются когда ты не уважаешь человека когда ты ведешь себя так когда ты не заинтересован в том чтобы ему понравится тут знаете любая коммуникация мы либо хотим нравится либо не хотим здесь вот прям все признаки того что ему все равно вообще как президент казахстана как его уважаемый так называемый уважаемый коллега отреагирует в общем-то посадили сюда на сцену и сиди молча да вот то есть вот такой посыл из казахстана президент казахстана возвращаясь к роботам я тем не менее продолжу мышь видите а еще тоже интересно вот это вот два пальчика у нас это у нас указательный и дисциплина то есть получается что он знает что дисциплина здесь используется и указание то есть я его держу за счет своей руководящей роли и за счет того что он человек дисциплинированный он не пойдет против меня вот вот это вот отмашка двумя пальцами то тоже о многом говорит то есть тут много таких вот сигналов и я насколько понимаю такая у него большой опыт дипломатической работы то есть беседы ну вот таких вот коммуникаций и соответственно язык тело язык жестов он наверняка умеет читать либо у него хорошо развита интуиция то есть он все это считывает до считывает и складывает вот эти кирпичики отношения своего собеседника к себе и у него тоже складывает соотношение ответная мы же зеркалим друг друга да если к нам без уважения то и мы без уважения это важная согласность видите и кулачок сжал с коллегой послушайте вот с коллегой то есть он нашел такие обтекаемые слова чтобы не произносить сложное имя отчество потому что он его про попросту ну либо забыл либо не считает нужным выучить запомнить это это просто крайняя степень неуважения но и поэтому естественно получил то что получил а дальше ну а теперь ну соответствие с тем что у такая естественно накопилось много вот этих вот сигналов того что к нему относятся без уважения теперь смотрим его реакцию еще до того как он высказался по поводу днр лнр здесь как бы уже уже было видно что человек негодует человеку все не нравится давайте посмотрим по каким сигналам тела это было видно всему миру но какие санкции вот то что пытались осуществить такой блиц крик смотрите он не реагирует на то что говорит путин и поддерживает опять таки челюсть свою до челюсть это ударная сила то есть это наша ну то чем мы деремся он поддерживает пальчиком дисциплины да и указательным то есть вот как раз но больше даже дисциплина да вот вот этот палец который у нас как он вечно путаю безымянный и и средний до среднем пальцем среднем точно среднем пальцем поддерживает на то есть получается но средний палец он еще у нас и очень неприятный жест показывает да и не случайно кстати вот когда человек выставляет вот этот палец демонстрирует он как бы освобождает свою дисциплину да вот этот вот же извините за этот жест но этот жест тоже имеет но объяснение с точки зрения языка жестов да то есть вот это вот по сути это же дисциплина да и освобождая показывая свой палец мы говорим да мне ваша дисциплина вообще не нужно да я что хочу то и делаю что хочу то и показывать не случайно выбрали именно этот палец понимаете для того чтобы показать свое бунтарство по большому счету да но конечно этот же считается неприличным но это все объясняется да да вот то есть поддерживаю счет нашей нашей экономики ясно что не получилось как говорил марк тюмен слухи о моей смерти сильно преувеличены вот тоже самое в отношении близких видеть массовка там включила а знаете я когда еще снималась на телевидении там ну там же люди сидят до в зале и там были специально обученные люди которые начинали хлопать в нужный момент и зал как бы ну и вся массовка поддерживала и начинались эти аплодисменты так вот я думаю что там тоже в зале сидели специально обученные люди и начали хлопать как раз потому что она как раз так обычно и звучит вот получается если это искренние хлопки дату люди сразу реагируют на шутку а здесь получается что сначала было несколько хлопков а потом их все остальные поддержали то есть это все вот знаете очень четко спланировано то есть весь зал заинтересован ну в путине да вот они как бы ему рукопли рукоплещут да вовсю а дальше смотрим а здесь нет реакции здесь он зол его разозлили его разозлили всеми вот этими способами приемчиками осознанно неосознанно может они просто не понимали что делали может просто они не настолько им им было все равно как он отреагирует но он это все считал и ему это не понравилось и поэтому здесь сидит человек с каменным лицом не реагирует на шутку зачем ему хлопать в общем-то он не должен поддерживать вот эту массовку которая сидит в зале да ну и соответственно вот вам реакция на шутку путина заезженную давным-давно и никому не нужную но как бы смотрим отношения да значит что касается евразы да 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 ну в общем путин на своей территории конечно крылья расправил но человек получается который сидит с ним на сцене он сам его настроил против себя и человек сидит в саботирующей позиции не реагирует на его шутки и так далее но теперь как все таки ну здесь думаю довольно длить длинный вот этот фрагмент как все произошло а ну здесь тоже давайте посмотрим и дальше поговорим косым жамар кемельч я понимаю что вопрос вопрос не простой на него по-разному можно ответить но все-таки я не могу вас не спросить о вашем взгляде на нашу спецоперацию на и смотрите как интересно она сама сама подбирает слова ей самой неловко называть это спецоперацией поэтому у нее сначала пауза потом она говорит с удивлением с испугом она же тоже коммуникатор очень грамотный да несмотря на то что может быть я например с ней вообще в корне не согласна но все равно я понимаю что перед нами но профессионал вы хоть в какой-то степени да здесь она может быть и не все сделала правильно но тем не менее профессионализм не пропьешь и она вот все это время она наблюдала естественно за президентом казахстана и понимала что он настроен саботирующий да и поэтому она так ну во первых общаясь с человеком не заряженным проба пропагандистскими какими-то лозунгами да с человеком у которого явно есть свое мнение и это мнение скорее всего расходится с ее мнением и мнением путина да и здесь конечно же вот такая реакция идет потому что ей надо и показать да что она как бы и на его стороне да но внутренние конечно же сомнения у нее тоже присутствует вот из этого вот из этих всех ухмылочек ее да вот удивление испуг отвращение челюсть ниже опусти сейчас опустит вот давайте сейчас видите вот челюсть ниже общая спина немножко но то есть получается вот вот это вот все вот эти все ужим очки они как раз потому что она чувствует что ступила на скользкий лед что здесь важно сохранить ну то есть равновесие да вот как мы встаем на какую-то ненадежную поверхность и мы все напрягаемся да хотя правильней расслабиться в таких случаях если падать то не так больно да но тем не менее получается что вот это вот ее внутреннее напряжение вышло вот в этих всех реакциях то есть она все равно внутри внутри она все равно сомневается в правильности все равно в ней есть вот это вот хотя конечно о чем я говорю да и ей не за это платят не за сомнения поэтому не будем об этом много говорить давайте смотреть неизбежность как мы здесь считаем и на ее правомерность ну и вообще что вы думаете что в казахстане думают по этому поводу смотрите пауза разные мнения видите сначала он понимает что сейчас будет бить по зубам и он ну немножечко в начале боится смотрите он не смотрит на собеседника опустил глаза и часто вот как раз такие такие ответы да вот когда вам как боятся вас потревожить даду вам надо что-то сказать не смотрят вам в глаза вот вот это вот как раз вот это понятно сразу с первых фраз видно что здесь будет что-то крайне неприятное для той группы да вот группы собеседников и смотрите перекладывает пример предмет перекладывает от себя то есть не надо мне от вас никаких поблажек не надо мне от вас никаких бонусов да то есть как бы вот здесь он собирается по большому счету он как бы отказывается от всего что он может получить до от собеседников и говорит я не подкупен да ну то есть да безусловно это здесь перед ним не какой-то бонус это просто предмет но с помощью этого предмета он передает отношение к тому что сейчас он будет говорить он как бы говорит что я не мне не нужно от вас ничего но я скажу правду и вот дальше он уже делает это более уверенно для него это такой способ собраться до собраться и выдать то что он думает прямо скажу общество на видите и локтем так вот как бы закрылся и видите вот здесь уже происходит вот он собрался осмелел и уже пошел вперед открытая зрелость гражданского общества на лицо браво сейчас он забросил очень интересный камушек в огород собеседника ну кто понимает тот поймет не буду расшифровать поэтому разные мнения высказываются но я хотел бы отметить следующее что современное международное право это устав организации нации но два основных принципа заложенных в устав современное время смотрите как интересно он челюсть в сторону и вот здесь вот идет презрение с одной односторонняя улыбка видите и челюсть сторону это понимаете это эмоции которые он пытается скрыть эмоции скорее всего негативные потому что челюсть это про драку да вот по сути это его удар да вот здесь очень интересный этот жест и вот здесь уже конкретно идет удар да уже прям ну то есть вот вся эта под водочка под водочка под водочка а теперь он прям будет рубить правду матку извините меня фоном периодически что-то включается и придется слышать настоящее время пришли и подбородок напряг еще до забыл сказать взаимное противоречие друг с другом это территориальная целостность государства и так право нации на самоопределение вот основатели организации нации этот момент видимо свое время не учли а возможно и специально если как компромисс два принципа которые сейчас противоречат друг другу и конечно же коль скоро они противоречат друг другу то есть и разные понимания одни говорят о том что территориальная целостность государства это святое понятие святая категория а другие утверждают что любые народы находящиеся составе того или иного государства имеет право на собственное государства и могут отделиться по собственному желанию от него но вообще подсчитано что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре то вместо 193 государств которые сейчас входят состав организации объемных наций видите он все больше эмоций вкладывает он легче легче говорит на земле возникнет более 500 или 600 государств конечно же это будет хаос по этой причине мы не признаем не тайвань не косово начал издалека вот дипломат просто блестящий но удар прям четенько четенько летит туда куда надо не южная абхазия не южная осетия не абхазию и по всей видимости этот принцип будет применен в отношении квази государственных территорий коими на наш взгляд является луганский донецк это правильный ответ на ваш откровенный вопрос да спасибо вам безусловно за эту откровенность да конечно она пытается собраться опустила глаза челюсть у нее презрение но ребят почему не показывают лицо путина там такая задержка с тем что вот мне так хотелось посмотреть на момент вот этого вот прям нанесение удара но естественно я понимаю что там специально обученные операторы монтажеры в общем они все грамотно делают и естественно не показали нам это лицо потому что в этом лице много чего можно прочитать но даже спустя какие-то там секунды там какое-то время все равно там было довольно много чего прочитать давайте смотреть дальше что происходило дальше с путиным вот мне было очень интересно если кто-нибудь найдет какую-нибудь любитель скую съемку прям прям вот чтобы целиком это было снято и его лицо посмотреть это было бы очень ценно потому что ну так вот прям ну это был удар просто блестящий я аплодирую стоя президенту такая вот ну просто показал себя как человек с нормальными фаберже дам и так смотрим на реакцию внимательно паренонич я перед тем как сюда шла видите вот симонин видит видимо видит реакцию и пытается заболтать пытается отвлечь на себя внимание вот эта вступительная речь неспроста такая длинная потому что она понимает что сейчас надо чтобы камеры снимали ее они на путина потому что там явно есть что снимать есть что показать но это лучше нам с вами не видеть спросил своих подписчиков в соцсетях что они хотели вот смотрите вот какие-то обрывочные ну вот пока симонян говорит но жаль конечно что лица не видно крупным планом но по жестам много чего понятно смотрите путин рассматривает руку да вот прям не давно он не смотрел на свою руку конечно же это жест манипулятор когда мы нервничаем мы начинаем не знаю поправлять волосы то мне поправлять одежду рассматривать руку тому крутить кольцо смотреть в телефон да все что угодно лишь бы только не быть в этой реальности то есть это способ уйти немножко от реальности перезагрузиться но что он и делает дальше он сейчас поправит галстук такая в сидит как сначала реагирует конечно же на первый жест да видимо это первый жест и он посмотрел да но посмотрел без испуга посмотрел прямо то есть и смотрите дальше вас просить и с большим отрывом победили два тезис вот путин подождите секундочку давайте еще раз я пропустила сразу на двоих смотреть свой ой я перекрыла сейчас сейчас секундочку я себя немножко сдвину чтобы не перекрывать на елки-палки вот так давайте так будем сейчас смотреть на них учить и зрите поправляет галстук и притопывает ногой то есть это его жест когда он понимает что ну вот здесь надо под каблук да вот это у него ассоциируется с тем что надо где-то может прижать ну то есть сделаем что-то он уже для себя там строит планы строит козни но эти козни я вам дальше прочитаю что там произошло нашла я новости надо значит у путина он как бы перезагрузился да поправил галстук это у него имидж кстати у путина он галстук поправляет это часто ну вот я сравниваю жестом как по коленке гладят у него галстук это его эго вообще вот я как наблюдаю он всегда когда пытается показать что я хороший я же такой классный вот он поправляет галстук это очень четко похоже на жест когда человек гладит свои колени да поэтому получается что его эго немножечко подвинули он его поправил да и дальше притопнул ногой то есть он уже думает что ага ну допрыгался допрыгался я тебя накажу но не смотрит на него до отворачивается реакция такая вы давайте внимательнее рассмотрим что они вот путин как только первый же сделал такая в на него посмотрел до посмотрел в надежде что будет обратная связь но нет же нет путин на своей волне он там что-то уже для себя планирует да как он накажет такая его и дальше смотрим и с большим от и ногой он тоже немного по при топ его причем в разные стороны но это можно трактовать что ну я я как бы человек свободный я сказал то что считаю нужным да ну вот здесь как бы такая знаете как танец до танец того что танец про то что вот как хочу так и танцую да как бы я сказал а ты уже как хочешь с этой реальностью да ну то есть вот вот это вот притопывание здесь не просто вот как у путина просто взял и притопнул да а здесь получается что вот притопывание в разные стороны как иллюстратор танца да вот вот здесь это такое давление да я надавлю на него да он у меня будет под каблуком а здесь получается да я станцевал просто да ну как бы вот вот так вот рыбам победили два тезиса один вопрос и на другой пожелание первых я передаю пожелания от подписчиков здоровья сил и вообще всего самого лучшего это вот на первом месте оказалось из вопросов которые не хотели бы вам задать а вот точнее чего мы все ожидали вот я то прям целую минуту наверное ждала пока нам покажут лицо путина но мы видим что очень сильно сжал подбородок я не помню чтобы он так сильно сжимал подбородок вообще на какую-то другую реакцию да то есть вот оно лицо долгожданное я не знаю что было до этого но здесь он конечно спустя даже какое-то время да симоньян уже долго говорит а он никак не соберется да то есть вот это вот прям сжал губы сначала не реагирует на слова симоньян на своей волне взгляд в никуда до думать как же я накажу этого зазнавшегося своего коллегу да а дальше пошла реакция уже на ее слова то есть она подсластила немножко пилюлю до тем что пожелала ему якобы от своих подписчиков здоровья и всего самого хорошего но ему это понравилось конечно да на видите ох как ему да теперь пошла реакция пошло расслабление на пошло расслабление то есть очень сильно он был напряжен хоть и не показал хоть и не оператор не показали его лица но мы понимаем что камешек долетел в нужный огород и упал туда куда надо после которой не задать невозможно смотрите утюжат донецк каждый день ударили на я в шоке вообще утюжат вот эти вот фразочки вообще меня просто убивают это же там люди там люди там дети там старики которые не уехали утюжат утюжат ты недели по роддому девочки рожали наши ребята снимали потом уже как они в подвале рожали кесарева делали ударили по рынку погибла там семья мать с 11-летним сыном и люди спрашивают вот мы за это конечно пьем по рукам они пора ли ударить в челюсть и что вы имеете ввиду конкретно когда вы говорите о той красной линии после которой начнется начнутся удары по центру принятия решений а именно их мы и полагаем ударом в челюсти как я понимаю смотрите мы говорим смотрите садиться глубже в кресло то есть ему да конечно безусловно хорошая подводочка с ее стороны довольно долго она говорила дала ему возможность собраться она чувствует что ему надо собраться он как бы собрался на вопрос довольно сложный поэтому он усаживается глубже в кресло дальше поправить галстук и вот акцент он несколько раз вместо того чтобы там как-то не сказать вот он дважды произносит это длинное но словосочетание специальная военная операция почему он это делает он просто не знает что сказать ему надо как-то выкрутиться да и вот когда нам надо мы еще не приняли решение что ответить да то мы вот так вот удлиняем свои фразы мы начинаем использовать такие длинные словосочетания чтобы затянуть время и придумать что же нам ответить и видите галстук галстук поправляем садимся поглубже вот это вот напряжение губ облизывание губ растягивание как бы в улыбке до расширение тела облизывает сжатые губы даже при проведении этой специальной военной операции мы не должны те на те города и населенные пункты которые мы освобождаем превращать в подобие сталинграда ого как серьезно а что же вы делаете вообще вообще брал узнаете вот лицемерие зашкаливает но про лицемерие будет в конце там просто вообще вверх лицемерия привет всем зомби которые уже приготовились своими шаловливыми пальчиками писать комментарии в конце для вас будет великолепная информация произнесенная вашим благословенным дорожайшим вот путиным владимиром владимировичем но давайте все таки по ходу действия будем дальше разбирать значит ну то есть мы видели да что путин очень сильно в замешательстве он просто опешил от этого всего да конечно с помощью симоньян и с помощью времени которое она дала он немножко собрался и с помощью того что операторы это все крупно не показали мы с вами этого позора не увидели но там было явно было на что посмотреть даже спустя там минуту почти там было такое лицо что мама не горюй ну хотя хотелось бы вот прям в момент этого удара увидеть его лицо это было бы просто блестяще ну да ладно может когда нибудь и увидим следующий а ваше мнение что возможное вступление украины европейский союз какого-либо ущерба такая в решил добить просто добить своего себе ну понимаете он сначала слушал вот это вот все во-первых унижение которое прилетало не только от путина но и от симоньян да и перебивание и и все такое это же все неправильно да с точки зрения вообще вот таких встреч на высшем уровне и конечно в нем накипело и человеческое накипело но я думаю он как дипломат с большим опытом а я думаю что это было обосновано с точки зрения вообще ну там политических каких-то веяний я думаю что у него есть поддержка для того чтобы так говорить и он решил уже до конца добить евразийского экономического союза вряд ли принесет посмотрел на путина и убирает руку на понимает что путину это не понравится ну и так вот интуитивно получается что ну я как бы если что я ничего я просто высказываю свое мнение другое дело что я с вам представляю как будет происходить вступление украины европейский союз поскольку там очень строгие требования экономика украины находится в плачевном состоянии видимо там есть какая-то специальная программа льготная программа для украины но то что происходит с этой страной конечно же вызывает очень печальные ассоциации тем более мы помним советское время украина была житницей советского союза промышленной развитой республикой и в конце концов поставщиком кадров для кремля все сейчас мой родной краснодарский край обидит опять симоньян перебивает чем ну делает действительно ну вы понимаете да еще раз пытается держать удар да таким образом но такие такими полномочиями по большому счету она не наделена но она перебивает его конечно понимая куда летят эти камушки в чей огород да она пытается перехватить эти камушки как может как может но понятно понятно куда они летят но последний камень просто вообще блестящий вот даже мне кажется это даже более изящная манипуляция со стороны такая чем предыдущая про днр и лнр цена жениться ой путин как ему все не нравится натянул дежурную улыбку вы не смотрит на собеседника вообще никуда не смотрит не участвует вообще в беседе у него нет эмоции видимо сидит и думает как же я его накажу ну накажет просто в своем стиле да со все бывшие советские руководители вышли из украины это хорошо помню поэтому к сожалению времена меняется то что есть сейчас является новой реальностью о чем я говорил да все бывшие советские руководители вышли из украины причем не с украины то мнение а из украины да он говорит так как принято в украине говорить правильно то есть с уважением к той стороне о которой он говорит и без уважения получается к тому как принято здесь говорить вот на этом форуме и вот вот это просто блестяще то что он намекнул что предыдущие руководители они такие хорошие были да не суд родом с украины а вот сейчас времена меняются и руководитель уже не тот как бы говорит такая просто аплодирую стоя да браво конечно же путину это совершенно не нравится смотрите так 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 давайте смотреть посмотрите у нас союз реакция путина до правой рукой придерживает левую правая у нас логика левая это эмоции да то есть он эмоции берет под контроль правой рукой а здесь никакой реакции это вообще путин понимает ну смотрите путин здесь начинает уже прогибаться получается что такая имел все основания так с ним разговаривать если путин сейчас никак на него не давит да а наоборот прогибается старается понравиться на здесь вот получается если бы позиция путина была сильнее то он бы нашел как надавить на собеседника да и собеседник бы боялся сейчас а здесь видите нет никакой реакции такая в победил такая в победил вот в этом вот даже еще не не доходя до того что там дальше потом что будет дальше мы с вами уже знаем теперь может и хорошо что я этот разбор чуть позже делаю потому что у нас есть оцен есть возможность оценить то что произошло дальше да но вот очень интересно как дальше ведет себя путин да а он ведет себя не как сильный собеседник не как хозяин положения у нас мы члены одного оборонного блока но дкб пытается сказать но я же хороший дожди казахстан ты не не торопись делать такие выводы ты посмотри мы у нас с тобой много общего да здесь уже пошло знаете заискивание заигрывания с собеседником понял да мы члены одной экономической организации ну кому в голову в россии может прийти значит портить отношения с казахстаном по каким бы то ни было там вопрос а здесь реакция казахстана очень тоже показательно смотрите челюсть поднял и поглаживает челюсть рукой а вы попробуйте пойти на конфликт с казахстаном говорит его тело да вы попробуйте и получите еще лучший отпор чем в случае с украиной это чушь понимаете мы заинтересованы в укреплении таких отношений то же самое было бы с украиной опять пересаживается кстати вначале он тоже пересаживался я не не стала это на этом заострять внимание то есть очень шаткое положение да вот ему некомфортно и в случае с казахстаном и в случае с украиной то есть все им все в нем вызывает дискомфорт да ну вообще просто браво такая в просто нормально так сразу столько аргументов привел до получается и житницей назвал и талант вообще промышленные достижения до таланту края украинских людей и самое главное кузница кадров да вот получается раньше кадры были лучше а сейчас так себе да конечно просто браво и соответственно какая реакция мы видим что путин пошел уже заигрывать пошел уже нравится стараться нравится собеседнику но уже поздно надо было запомнить хотя бы имя отчество может быть и понравился бы да но путин как он любит это все делать потом да потом уже отомстил вот я нашла статью в яндексе нашла поэтому я думаю что она не не какая-нибудь там американская да действительно одобренная у нас а значит россия перекрыла путь казахстанской нефти в европу воскресенье стало известно что россия вводит ограничения на экспорт казахстанской нефти причиной остановки назвали обнаружение 50 объектов которые могут быть минами или торпедами времен мировой второй мировой войны вот это ж надо столько времени пролежали в море как раз вот прям до дождались пока такая скажет такие резкие слова в отношении путина да значит для того чтобы проверить находку акваторию порта закрыли в частности закрыт участок прилегающий к выносным причальным устройством каспийского трубопроводного консорциума работы по разминированию были запланированы на 20 июня и могут продлиться до конца месяца но казахстанская сторона сказала что ничего страшного мы подождем ну в общем получается что слону дробина вот эти все санкции со стороны россии но все равно вот понимаете путину сказали против путин постарался сделать козявку да ну другой вопрос что нет мощей до чтобы козявку сделать посильнее но как смог так и сделал в своем стиле да здесь ну то есть понимаете вот этот конфликт выиграл такая вообще с большим отрывом и я считаю что по всем пунктам он просто красавчик а так теперь дальше следующие уже там манипуляции и так далее вот интересный вопрос задала маргарита симонян и интересный ответ мы увидели давайте посмотрим это тоже самое чего боятся люди на освобожденных аудиториях территориях люди боятся что мы бросим и уйдем мы не уйдем значит смотрите пауза сначала все-таки смотрите садится глубже галстук поправляет и сначала отвечает на легкий вопрос да то есть этот вопрос как раз вызывает по поводу не уйдем не уйдем этот вопрос очень сложный перед этим прозвучал чуть более легкий и он ну реакция на сложный вопрос вот это вот он отсаживается да действительно это вызывает в нем стресс он поправляет галстук это он поправляет свой имидж и отвечает на легкий вопрос соответственно мы понимаем что все таки вот этот вопрос уйдем не уйдем вызывает в нем много стресса и скорее всего он понимает что уйдет вот такое мое заключение но давайте смотреть как он будет выкручиваться человек первая часть того о чем вы сказали говорите что некоторые люди говорят что им стыдно за то что они там из россии по поводу на того что происходит послушайте боевые действия всегда трагедия но просто это вынужденный вы понимаете он сейчас говорит это вынужденный нас заставили мы такие прям белые пушистые в белом пальто да она заставили прийти с оружием в чужую страну начать убивать да вот мы такие хорошие и вообще в принципе ребят но потерпите но война же на это вообще просто знаете верх цинизма инфантилизма и так далее вообще просто браво здесь получается он пытается оправдывать то что он пришел в чужую страну да но не отвечает на вопрос на вопрос который был задан уйдете уйдем или не уйдем он так и не дал ответа да сначала он там поотвечал по поводу стыдно про русских там что-то бла-бла-бла было я это вырезала и дальше вот на ответ на этот вопрос он так и не прозвучал он просто начал оправдываться чего он вообще пришел и действие с нашей стороны неизбежно вынуждены вот чем все дело нас просто подтащили к этой черте я бедный просто его изнасиловали просто заставили заставили бедного вот это все сделать вынуждены напомнить как это все складывалось но послушайте какие бы ни были прозападные правительства в украине может со всеми нормально работали ну да очень нормально плечи очень о многом говорят нормально еще как нормально ребят вот когда говорит нормально работали поднимает плечи поджимает подбородок да не было там ничего нормального там не было вообще никакого даже намека на то чтобы дружить там было все вот прям ну ладно это уже я пошла свое оценочное осуждение вы я думаю сами делаете выводы да здесь не буду идем дальше вот знаете у меня здесь будет вопрос к вам в комментариях пожалуйста ответьте мне в чем здесь подвох давайте смотреть но такие скажем вот если как сельское хозяйство смотрите рост 3,2 процента за за четыре месяца а за за января вообще 2 и 3 а сейчас 32 стал набрут цифры поменяли интересно кто ему цифры рисует ну ладно оставим это я я скажу сразу я не разбираюсь он как-то очень поверхностно о них говорит не знаю правда или нет но возможно он эти цифры прочитал и возможно ему кто-то их нарисовал но вот здесь вот вот следующий момент меня интересует тройки в строительном комплексе за апрель вообще почти 8 процентов 7,9 процента рост за апрель а всего за этот период с начала года 58 по моему строительстве да да говорят рынок упал даже маргарита удивилась у них очень куда строительстве вот такой рост видите а теперь пошел отсаживаться убегает садиться глубже в кресло то есть вот здесь вот что-то зарыто ребята что там зарыто скажите пожалуйста откуда он взял эти цифры во первых потому что судя потому что вот я вижу да и мы все видим ну откуда там может быть рост единственное что кто-то может быть пытается сейчас вложить деньги которые зависли непонятно как их не на доллары не обменяешь ничего на возможно до вкладываются в квартиры но это не потому что прям рынок поднялся просто потому что людям надо как-то свои деньги сберечь да и это не говорит о том что эти квартиры так и останутся в той же стоимости и так далее но вот что что-то здесь он не договаривает понимаете когда вот такое идет такая реакция тела это значит он что-то здесь говорит неправду вот и он знает о том что он говорит неправда до первые четыре месяца текущего года ну вот это вот избегание телом информат от информации ну вот вот это вот попытка спрятаться поглубже это говорит о чем ну о том что он что-то скрывает что он скрывает вот это у меня к вам вопрос объясните мне пожалуйста кто в этом разбирается дайте мне в комментариях ответ что здесь скрыто потому что я не хочу еще и сюда лезть потому что мне хватает и жестов да и вообще в принципе ну если надо конечно залезу но может быть вы мне лучше ответить и да следующий фрагмент по поводу предпринимательства вообще просто знаете вот дальше я вам хочу показать вот это вот примеры просто жуткого лицемерия до с его стороны которая ну я не знаю как это объяснить вообще вот вот как в это можно верить вот он говорит на голубом глазу такие вещи которые но абсолютно не выдерживают никакой критики логической по логике вообще вот в это верить это вот я вспоминаю вот действительно роман уру 1984 почитайте если кто-то еще не читал вот там тоже самое вот прям просто вот этот верх цинизма давайте смотреть ничего противозаконного ни в нашей стране ни за границей не сделали мы не взяли собственность отобрали это что такое но это вообще переходит всякие границы не просто дозволенного здравого смысла даже собственно говоря пилит суп на котором сидели потому что откровенно говоря многие люди связанные с экономиками запада и в известной степени были проводником ну не интереса западного но во всяком случае были сторонниками развития отношений все-все-все-все-все брали конечно какие они сторонники с этого момента тьфу на вас вы им в каком году 2000 ребят это это правда так смешно вот просто браво такой юморист у нас президент правда твердым сказали замучайтесь пыль глотать он бегая по кабинетам и отстаивая свои права он еще и предупреждал да я я же предупреждал что я накосячу да а вы потом будете за это отвечать вы не поверили вот пожалуйста я накосячил но вот это и произошло к сожалению но я о чем о том что у нас ничего подобного не происходит смотрите плечо не знаю да да прям не происходит видите как плечиком пожимать потому что врет потому что хорошо знает что у нас происходит и хуже проблемы конечно все таки есть иначе я об этом не говорил и вот сталкиваясь с сегодняшними сложностями вызванными внешним давлением конечно я об этом постоянно говорю и повторяю ответить эффективно мы можем только только увеличивая пространство свободы для граждан вообще для бизнеса в частности и говоря про свободу он сжимает руки вот так замок и ну вот выставляя как таран да ни о какой свободе он не имеет в виду вообще это не жест свободы он это же собрать все в кулак собрать все к себе к себе собрать вот и стать таким большим кулаком а что касается вот этих насмешек в сторону предпринимателей ну давайте вспомним как у павла дурова в четырнадцатом году он отказался давать информацию фсб про группы которые там поддерживали евромайдан и кроме того он отказался закрыть группу навального за что он лишился бизнеса да вот как его вы вытолкнули можно сказать из страны человек который с нуля создал свой бизнес да давайте вспомним ходорковского который просто что-то сказал путину ну подумал что мы живем в цивилизованной стране и где-то упомянул какие-то недостатки путина за что опять-таки лишился бизнеса я кстати была знакома с теми людьми которые шили дело и мне рассказывали что там совершенно не было за что зацепиться но нашли нашли у нас есть человек есть дело да дальше давайте вспомним чичваркина и многих других сергей фургал алексей навальный которые сейчас сидят да по каким-то непонятным делам ну естественно естественно человек который в принципе дышит он обязательно где-то может перешел светов этот перекресток не на тот свет его обязательно есть за что посадить вот в любой у нас особенно понимаете у нас всегда можно найти за что прицепиться да а знаете забейте в загуглите вот я в гугле искала список титова не знаю в яндексе найдете нет уже уже для меня уже такая знаете в яндексе искать только пророссийскую информацию да так вот там список из 136 предпринимателей сбежавших за границу в результате уголовного преследования и там по сути вот у них у всех по рейдерски от отбирали бизнес они сбежали им удалось сбежать за границу и вот они там составили такую петицию и вот титов приехал путину передал их просьбу а вот в чем заключается их просьба в том чтобы они вернулись за границу ой верни вернулись в россию их не заключали под стражу до приговора понимаете речь не о каком-то выторговывание благосклонности или оправдание все что нужно было этим людям это вот вернуться и чтобы отсутствовало заключение под стражу до приговора чтобы они могли аргументированно свою позицию выдать без принуждения понимаете в чем фишка не в том чтобы избежать вообще суда хотя вот наши суды это еще отдельная история да но они просто хотят получить справедливо и вот чтобы на них хотя бы не давили до суда вот и все что они хотят понимаете у людей от же ну там я не знаю какие я не могу утверждать да ну люди предприниматели построившие здесь бизнес лишившиеся здесь бизнеса умудрившиеся как-то сбежать за границу да они готовы вернуться они готовы предстать перед судом только при условии что им дадут до этого суда дожить понимаете вот в чем фишка и и он нам тут рассказывает про то что он еще насмехается да над теми у кого от же там забрали деньги и так далее да но на самая большая самое большое лицемерие конечно вот я хочу адресовать всем ботом которые у меня на страничке пишут комментарии всем искренне убежденным в том что путин красавчик тоже пишущим у меня комментарии своими шаловливыми ручками давайте посмотрим фрагмент я хочу вам это адресовать в первую очередь мои дорогие хейтеры которых у меня сейчас последнее время завелось очень много вот пожалуйста давайте посмотрим внимательно вот главное суть уловите его высказывание в начале и в конце вот попытайтесь попытайтесь своим умом докопаться до того что вам сказал ваш любимый президент давайте взяли вот у наших предпринимателей украли отобрали собственность просто на голом месте наказывай за де за 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 деятельность за свою работу в россии бред какой замялся замялся за что наказывает за говори называй вещи своими именами за то что ты накосячил за то что ты сделал противоправное действие вообще в отношении всех норм закон всех вообще мировых законов за то что ты напал на украину вот за что у предпринимателей забрали деньги за границей давайте называть вещи своими именами мнется мнется потому что не хочет этого сказать где же эти принципы соблюдения неприкосновенности частной собственности часто в санкции касаются людей и отбор собственности происходит у людей которые вообще не имеют никакого отношения государства вообще не имеют отношение к принимаемым политическим руководством страны решения это просто физические лица которые честно работали ничего противозаконного ни в нашей стране ни за границей не сделали не взяли собственность отобрали это что такое и так во во всём, так же и в Штатах. Я говорил о том, что противоречия нарастают, и если такая политика будет продолжаться, они будут нарастать. Но мне представляется, что всё-таки тоже американский народ, я с огромным уважением отношусь к американскому народу, всё-таки он, соответствующий своей элиты, сталкиваясь с проблемами, которые нарастают по вине этих элит, всё-таки будет ставить в такое положение, при котором и элиты политические, экономические, ну, прежде всего, политические, конечно, должны будут реагировать на требования своего населения. И в конечном итоге и внутри этих стран, в том числе и в Штатах, и на международной арене всё-таки отношения выстроиться должным образом, я всё-таки скорее оптимист, чем пессимист. Какая красота! Перевожу для тех, кто не понял, что он сказал. Значит, у себя в стране я накосячил по полной программе, все мои граждане сейчас страдают и будут страдать, и будут терпеть, и терпите дальше, дорогие друзья, потому что я уходить не собираюсь. А вот в Америке там действительно демократия, там у народа есть возможность переизбрать президента. И, пожалуйста, народ, обратите внимание, что ваш президент накосячил, да, вы его, пожалуйста, переизберите. Меня-то не переизберут, у меня тут демократии не пахнет, а вот там действительно есть возможность. И я оптимист в этом плане, я знаю, что народ переизберёт, да, потому что там действительно демократия. Понимаете, что он сказал? Пожалуйста, мазохисты России, вот все, кто сейчас там пишет уже шаловливыми своими пальчиками, ну, может, даже какие-то аргументы мне сейчас будете приводить по поводу того, что Путин красавчик и всё такое, или в сторону меня какие-нибудь будете неприятные слова писать. Вот имейте в виду, что если вы живёте в России, то вот вам, пожалуйста, иллюстрация того, за что вы боретесь. Вот этот вот человек будет и дальше косячить так, как ему захочется. Отвечать будете вы, я, все мои дети, ваши дети, ваши внуки, все мы будем за это отвечать. В отличие от американцев, у них есть возможность переизбрать своё руководство и пойти другим курсом. У нас этой возможности нет. И сам Путин это нам сейчас сказал. Вот, пожалуйста, на этой радостной ноте я завершаю наше сегодняшнее занятие, наш сегодняшний разбор. Конечно же, мне не нравится обличать вот эти все негативные моменты, но я надеюсь, что всё-таки я хоть кому-то, хоть чуть-чуть здравого смысла, вот тем, что показала, да, показала его манипуляции. Может, вы хоть задумаетесь, да, прежде чем писать свою там, свою поддержку этому красавчику, да, как вы считаете, может быть. Да, значит, я на этом заканчиваю. У меня большие планы ещё разбирать. Он тут по поводу ТЦ Кременчук. Много чего наговорил. Хочется это тоже разобрать. Поэтому, кто меня поддерживает, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, порекомендуйте. Если считаете нужным, подпишитесь на канал. И с вашей стороны активность, с моей стороны дальше разборы. Не могу я оставить эту политическую тему, хоть меня многие и просят, но, к сожалению, не могу я смотреть на эту несправедливость, не могу я смотреть на эти манипуляции. И самое главное, он даже сам не скрывает, не скрывает своего неуважения к своему народу. Вот что меня просто вымораживает. Да, безусловно, меня убивает то, что сейчас он убивает украинский народ, то, что он сейчас Украину равняет с землёй, уничтожает города. Меня это тоже бесконечно уничтожает тоже. Но, знаете, вот столько поддержки я встретила его вот этой вот линии со стороны моих подписчиков. Я вообще в шоке. Ребята, вы чего? Чего вы хотите? Вы хотите вот этого? Ну, пожалуйста, пожалуйста, дальше хотите. Всё, ладно. Всем пока. Желаю всем всего самого хорошего. Самое главное, мирного неба над головой. Пока-пока.